Радио Болткома Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме, Александр Шунин, Олег Пеков в нашей студии Доброе-доброе-доброе-доброе утро И вот мы весь первый час говорили о разных действительно проблемах, о том с какими проблемами сталкиваются торговые центры, вообще торговцы, что вот буквально находится в состоянии, ну не то чтобы паники, но близко к этому, потому что абсолютно непонятно, что будет завтра, каким будет вообще мир Даже если коронавирус уйдет в прошлое И понятно, что появляются какие-то у людей, у потребителей новые какие-то привычки, новые потребности Вот как сориентироваться в этом океане, мы сегодня хотели поговорить, может быть, подробнее У нас на прямую связь международный бизнес-тренер, спикер Латвийской торгово-промышленной палаты и спикер, кстати, 10-й конференции ВАИС Андрей Круглов, здравствуйте, доброе утро Здравствуйте, Олег Спасибо, что вы пригласили меня в эфир Доброе утро И сейчас это действительно очень важная и актуальная тема Единственное, что я хотел бы начать не с конкретных решений для конкретных бизнесов или конкретных потребителей А давайте мы посмотрим все-таки на глобальные факторы, которые оказывают на это влияние И, возможно, вот этот взгляд позволит нам и вам увидеть конкретные шаги, которые нужно предпринимать Да, да, с удовольствием Когда мы говорим о социальных реформах, которые происходят у нас, они являются всегда, крупные социальные реформы являются результатом глобальных и основополагающих технических прорывов И когда происходят какие-то серьезные технические изменения, это приводит к социальным реформам И это приводит к изменению, ну, я побоюсь сказать цивилизации, но это приводит к изменению экономики В итоге какие-то профессии исчезают полностью Ну, например, сейчас, если такое слово, как коновал, уже вышло из обихода То есть ветеринары уже давно не специализируются на обслуживании лошадей, а раньше это была их основная работа Как только появился морской контейнер, десятки тысяч портовых рабочих остались без работы Вот сейчас появление нейросети, создание глобальных дата-центров, переход в цифру, когда нашим паспортом и кредитной карточкой становится наш мобильный телефон Это тоже очень сильно меняет рынок труда и всю нашу цивилизацию Вслед за этим, а может быть и не вслед за этим, меняется поведение правительства Вот это второй важный фактор Ну, давайте возьмем такую условную Германию Начало 20 века правительство требует, чтобы жители страны были гражданами А что значит гражданами? Чтобы они усердно работали на благо государства, чтобы они воевали за это правительство и погибали за это правительство И так в Германии продолжалось до 1945 года В 1945 году так получилось, что Германия разделилась на две страны ГДР, Германская демократическая республика, и ФРГ, Федеративная республика Германии ГДР осталась с идеей, что нужны граждане, которые будут работать на государство и которые будут защищать это государство ФРГ политику поменяла, идеи поменяла Правительство стало создавать потребителей Работайте, достигайте успеха, получайте блага, покупайте квартиры, покупайте машины, живите красиво И это повлекло за собой развитие не только, скажем так, крупной промышленности, в которой заинтересовано государство Это повлекло за собой развитие средних, малых предприятий и индивидуального сектора И вот эта идея, которую поддерживало правительство, привело к тому, что если мы сравниваем восточную и западную Германию, то мы видим разницу в менталитете и разницу в уровне и комфорте жизни Согласны со мной, Олег, в этом, нет? Нет, ну я могу сказать, что объединение Германии действительно было очень болезненным Скорее всего, именно из-за того, что одно государство пришлось образовывать совершенно разным людям, которые воспитывались в разных системах И вот эта система менталитетов, она была, ну, до сих пор ходят ведь анекдоты о том, как восточные немцы все-таки по-другому совершенно смотрят, живут, хотя вот в одном государстве на одном языке говорят Точно, потому что правительство требовало от этих, правительства требовали от своих государств, от своего населения совершенно разных вещей И стимулировало совершенно разные вещи, и поощряло за разные вещи, и наказывало за разные вещи А сейчас мы можем увидеть, что поведение правительства опять изменилось Я не претендую на научность в этом вопросе Будем рассматривать, как это мое частное мнение в этом поводу Что правительство теперь заинтересовано исключительно в избирателях А что такое идеальный избиратель? Это тот, который ждет от правительства неких подачек Это значит, он не должен быть самостоятелен Он не должен быть самодостаточен А вот если он беден, если он страшно боится каких-либо изменений Когда он получает некие подачки перед выборами И когда ему обещают, что ничего страшного не произойдет, голосуй за нас Он пойдет и будет голосовать Но это не только в Германии То есть сейчас получается, что у тебя не просто нет стимула Тебя еще умудряются наказывать за то, что ты пробиваешься вперед За то, что ты становишься самостоятельным, независимым и можешь чего-то требовать И мы видим это не только на примере Германии А теперь, когда мы на все это посмотрим, еще на все это навалился ковид И когда правительство находится в некой нестабильности, неуверенности Смотрят друг на друга И движение идет совершенно в разных направлениях И непонятно, кто прав, а кто совершает ошибки Вот здесь возникает серьезная нестабильность И вот здесь задача моей команды Я имею в виду клуба предпринимателей Вайс Балтии Первого Балтийского Хаббард-колледжа Это организации, которые объединяют и работают с представителями малого и среднего бизнеса Вот здесь мы хотим оказать определенную помощь и поддержку На секунду отвлекусь, пока я это говорил Вспомнил, что для меня лично наиболее заметной командой Которая пытается сделать что-то для малого и среднего бизнеса Бизнеса является ЛТПП Латвийская торговая промышленная палата Я нахожусь с ними взаимодействием и вижу, что они реально пытаются что-то сделать полезное Для бизнеса и в первую очередь для малого и для среднего И вы упомянули то, что я один из спикеров и организаторов 10 конференции Вайс Балтии Да, мы можем похвастаться, что мы в этом году, 11-12 марта Проводим онлайн бизнес-конференцию для предпринимателей Почему мы это делаем? Есть такой старый американский анекдот Один фермер спрашивает другого Чем ты лечишь лошадей от САПа? Камфорой Через неделю встречается и первый говорит Слушай, а у меня лошади сдохли Второй говорит, ну а у меня тоже Сейчас бизнес с точки зрения управления Находится в такой ситуации, когда мы не знаем, что делать с одной стороны А с другой стороны мы оказываемся в ситуации, что мы пытаемся увидеть, что делают другие Но при этом мы совершенно не знаем того, а правильно ли другие действуют Хотел бы услышать ваше мнение, Олег, с точки зрения Насколько вы считаете, я прав в этом или нет? Ну, мне сложно судить, потому что я далек от бизнеса Вот, может, Александр Шунин сможет каким-то образом тоже прокомментировать Потому что я, например, не, как говорят, папа Васин в силен математике Я вот в экономике не слишком чувствую себя экспертом Ну, здесь особо, да, добрый день, Андрей Меня зовут Александр, я здесь тоже соведущий Меня больше интересует, ну, понятно, там камфоры лошадей лечить не надо И вы совершенно справедливо указали, что коронакризис, он первый По сути такой в истории, ну, по крайней мере, в современности И никто не знает, как действовать гарантированно И все только экспериментируют и пробуют Но все-таки должны же быть какие-то ориентиры, какие-то примеры К чему, ну, не то чтобы к чему стремиться Но сценарий, который не зазорно повторять И для Латвии, на ваш взгляд, какой сценарий был бы наиболее оптимальным Ну, я не знаю, там, шведские, которые не замечали долгое время корону В принципе, российские или какой-то из западных Потому что бизнес нужно оживлять И наш первый гость, представитель ассоциации торговцев И крупных торговых центров Как раз-таки говорил о том, что бизнесмены стонут Они не знают, как быть, как действовать Наступает весна и время менять коллекции в магазинах Во-первых, непонятно, когда они откроются Во-вторых, непонятно, где взять оборотные средства И на что их пустить На оплату аренды, на налоги, на зарплаты Или все-таки на новые коллекции А когда-нибудь магазины откроются Чтобы покупателям было что купить Так, как действовать, на ваш взгляд, Андрей? Вопрос, с одной стороны, глобальный С другой стороны, когда мы говорим о технологии управления Вот на каждый из ваших вопросов ответы есть Вот у меня есть здесь Сейчас я взял десятый том Такой справочного пособия Я бы сказал, энциклопедия Это reference volume Hubbard Management System И я хочу процитировать американского исследователя Который достаточно много уделил внимания Технологии управления В том числе технологии управления бизнесом Ключевой посыл, на котором я основываю Цитирую Когда вы вознаграждаете падающие статистики И наказываете растущие Вы получаете падающие статистики Поэтому, что бы я делал? Мнений очень много Да, действительно, я внимательно смотрел на шведскую модель Я смотрел на то, что происходит в Америке То, что происходит в других странах Европы Я не очень смотрю на то, что происходит в России Почему? Ключевой момент Вот в цитате прозвучал термин статистики Смотреть надо всегда на цифры И когда мы смотрим на цифры Мы можем увидеть, что происходит Это растет или это падает Это улучшается или это ухудшается Никакие заявления политик Никакие заявления экспертов из серии, я думаю, не работают Почему я об этом говорю? Встал вопрос о каком-то штамме вируса в ЮАР На каких данных основывались? Какие цифры были? Я случайно запрел на блог Латынина, где она анализировала это И то, как она показывает, что ЮАРовский штамм Это не опасность для людей в мире А это неправильная оценка и подсчет результат Поэтому, возвращаясь к бизнесу в Латвии Что мы сделали? Мы подготовили конференцию На которую собрали 10 спикеров из разных стран Мы собрали людей, которые внимательно за этим наблюдают Которые как бы варятся в этом И которые нашли успешное решение Мы пригласили спикера специалистов по людским ресурсам и по продажам из США Мы пригласили специалистов из Словакии Из Венгрии Будут выступать латышские специалисты Специалистов по пиару пригласили из Казахстана Когда мы проводили в течение полугода различные исследования и опросы Главными факторами и главными проблемами Это были вопросы пиара и вопросы продаж новых условий Когда вы говорите о том, на что расходовать деньги предприятиям и организации торговли То здесь я не могу дать общего ответа Нужно садиться и смотреть Но вы должны точно и совершенно четко понимать Так же, как кровь в организме не может быть использована для поддержания работоспособности одного органа Точно так же мы не можем взять деньги, которые у нас имеются И использовать их, например, только на закупку новой коллекции Отлично, мы закупим новую коллекцию Но государство никогда не позволит нам не заплатить налоги Мы закупили новую коллекцию Но мы не заплатили арендатору И не обсудили, не решили с арендатором ничего Извините, с арендодателем Хорошо, торговый центр закрылся И куда мы денемся со своей коллекцией? Да, сейчас от предпринимателей требуется Я бы сказал так, гениальность в управлении Но для того, чтобы обеспечить правильное решение Первое, что нужно Не поддаваться памятникам Второе Не слушать сплетен, слухов и мнений Получать данные Собирая и анализируя данные Нужно оценивать с точки зрения То, что я делаю Приведет к росту моих статистик Или это приведет к падению статистик Есть согласие с этим? Под статистикой мы подразумеваем доходы То есть предприятия, бизнесмена Да, мы Когда мы говорим о статистиках Мы говорим об основных ключевых показателях Это включает в себя Доход Да, это наша кровь Это наша энергия Это включает расходы Потому что иногда Сосредотачиваясь на доходах Предприниматели Не держат под очень жестким контролем Свои расходы Кроме того Позиция сотрудников Иногда бывает такая Что сотрудники просто блокируют Все линии поступления дохода Ой, а они не могут заплатить Они сказали, что они заплатят нам На следующей неделе А я звонил и не дозвонился Понимаете? Да, это моя любимая отмазка Звонил и не дозвонился А вот когда начинают расходы Те же самые сотрудники приходят и говорят Ой, а арендодатель сказал Что если мы сегодня не заплатим И так далее, и так далее И бухгалтерия готова С любой подачи Мгновенно взять и оплатить все счета Понимаете? Поэтому здесь Финансы должны быть Под жестким личным контролем Первого руководителя И прежде чем Смотреть на расходы Да, действительно Нужно посмотреть И увидеть все источники дохода И добиваться получения этих доходов А для того, чтобы у нас доходы Начали появляться Обратите внимание Доходы Это входящий поток Это то, что приходит к нам А для того, чтобы у нас появился Входящий поток Мы должны обеспечить Предварительный Мощный Огромный Исходящий поток В виде продвижения И рекламы И вот здесь Да Соцсети Блогеры Сейчас без сетей Вообще невозможно И слава Богу Что мы уже это развили Потому что в условиях Ковида Это единственный ресурс С помощью которого Мы можем заявить о себе Сказать Привлечь И обратить на себя внимание Поэтому В конференции Несколько спикеров Уделят Очень серьезное внимание Работы в соцсетях Маркетингу в соцсетях Удержание внимания клиентов И работы с лояльными клиентами Они собрали Новые данные Новые лайфхаки Технологии Ну и конкретные 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 действия Которые О которых они там Очень хотелось бы Чтобы во время конференции Еще хотел бы Сказать ваши вопросы Да Хотелось бы Чтобы во время конференции Прозвучало Среди источников Которые помогут Продвижению И радиоболкома Радиорекламы Радиорекламы Все-таки Она остается Актуальной Кроме блогеров И инфлюенсеров Хотя о блогерах И инфлюенсерах Мы как раз с Олегом Вчера говорили В этой же студии Андрей Вы красиво Так сказали О гениальности Наверняка Этой гениальности Будут учить На конференции Но когда Где она пройдет Ну видимо онлайн Можно ли в нее вписаться Тем, кому это будет интересно Для кому она адресована Для кого эта конференция Может быть Клуб предпринимателей Вайсбалки Базируется в Риге И мы с большим удовольствием Всегда работали с бизнесменами В Риге И мы проводили Оффлайн конференцию Сейчас конференция онлайн Поэтому она интересна В первую очередь Владельцам Руководителям И специалистам Малого и среднего бизнеса И конференция Часть спикеров у нас Будут выступать На английском языке Мы будем переводить Это на русский И у нас будут два потока Один поток Будет идти на русском языке То есть для восточной Европы И стран бывшего Советского Союза И для Латвии Для латышей Будет отдельный поток С синхронным переводом С английского И с русского языка На латышский Поэтому Как бы это не будет Барьером И презентации спикеров Мы тоже переводим На англичан На русский И на латышский языки Поэтому Предоставление Будет идти Как бы двумя потоками Онлайн Сейчас я попробую вспомнить Зарегистрироваться На конференцию Можно на Сайте 1010.lv И вы сказали Про гениальность Но гениальность В частности Включает в себя Очень важный фактор Я бы сказал Что это фактор Номер один Это фактор Способность К наблюдению Получению данных И оценке данных Когда мы говорим О разведке То мы сразу Когда я с коллегами И с клиентами И со своими собеседниками Говорю разведка Сейчас сразу Представляют фильмы Про Джеймса Бонда Про спецслужбы И так далее Но любая Уважающая себя Компания Любой Серьезный бизнес Он всегда занимается Разведкой И это не значит Что нужно Одеться во все черное Ночью залезть В компанию Конкурента Взломать сейф И украсть что-то Ну и еще Параллельно Успеть завести Роман с красоткой И выпить коктейль Разведка Это в первую очередь Правильный сбор данных Правильный анализ Правильное распределение На плюсы И минусы И правильный вывод И для того Чтобы участники Нашей конференции Могли правильно Оценить И правильно И хорошо Получить все данные Связанные с продвижением И с маркетинговыми Продажами Первое Первое выступление На этой конференции Будет мое И я буду говорить О анализе данных Об инструментах Аналитической разведки И я бы сказал так Если ты владеешь Этими инструментами То ты Не будучи гением Уже можешь быть руководителем Но в условиях пандемии Конечно Кроме Оперативного управления Действительно Требуется Знаете Такое Некое Чутье Которое должно Показать Куда смотреть Которое Когда вы увидели Что-то На выставке Живопись Условно говоря Вы уже поняли Что вы измените В работе своего предприятия Есть одна Международная сеть Кофеин Хороших кофеин И мне очень повезло Я как-то пил кофе Там С одним своим Хорошим приятелем И вошел Генеральный директор Всей сети А они были знакомы Ну я конечно Как Клещ Вцепился В этого генерального директора Задал огромное количество вопросов Уговорил его Провести меня по производству Но я запомнил Одну интересную вещь Он говорит В моей системе Кофеин Мне Учиться Не у кого Поэтому я даже Не интересуюсь Что они делают Но я очень Внимательно Смотрю Что делают Успешные Лидеры В других областях И в смежных областях Вот там Я нахожу То что я внедряю Кто-то Кто-то Интерьеры Кто-то Ньюс-Рум Древний семинар Сериал Компания Стран Десять лет Десять спикеров Такой слоган Спасибо большое Андрей Круглов Международный бизнес-тренер И спикер Как раз таки Десятой конференции Вайс И спикер Латвийской Торгово-промышленной Палаты Спасибо вам За такой Интересный Увлекательный рассказ И надеемся До новых встреч До новых встреч И удачи Конечно же В бизнесе И вам И нам И не забываем Ну конечно же 1010LV Хорошая Умная конференция Где можно Подчеркнуть Много Полезной информации Что-то Обновить Что-то Действительно Вновьё Будет Но Радиоболтком Это неприходящая Ценность Как для простых Слушателей Так и для рекламодателей Я настаиваю на этом Да Небольшая рекламная пауза После чего Продолжим Утро на Болткоме Радиоболтком